Дом на набережной. Гиблое место. Почти все московские экскурсоводы, провозя туристов через остров между Москвой, рекой и обводным каналом, где и стоит знаменитый дом на набережной, рассказывают о том, что место это издавна имеет нехорошую репутацию. Болото, как называли подтопленный кусок суши в Замоскворечье напротив кремлевских башен, еще в XV веке превратили в огромную могилу. Публичные казни совершались именно здесь, а не на Лобном, как принято считать, месте на Красной площади, на котором за всю историю российского государства было казнено не более пяти человек. Когда рыли фундамент под кинотеатр «Ударник», что входит в комплекс зданий дома на набережной, то косточек и черепов человеческих, говорят, вывезли несколько грузовиков. Во времена Ивана Грозного здесь обосновался со своей пыточной Малюта Скуратов. Старый чекист рассказывал о том, что вахтеры дома часто встречали призрак Малюты у серых стен. Вот на этих костях и крови человеческой в 1931 году и построили комплекс Домправительства. Сталинский небоскреб Москва конца 20-х годов была заполнена пребывающими со всей страны верными сынами партии и иностранными коммунистами. Люди жили в гостиницах, коммуналках, а пролетарский поэт Демьян Бедный вообще поселился в большом санузле буржуйской квартиры. Быть может поэтому в 1926 году возникла идея построить специальный жилой комплекс для членов правительства, высших военных чинов, начальников, главков и известных деятелей культуры. Проект архитектора Бориса Иоафана обошелся в 14 миллионов тогдашних рублей. За три года напротив кремлевских башен выросла серая громада элитного дома. Чтобы подчеркнуть особую связь с Кремлем, облицовку комплекса планировали сделать из красно-розового гранита. Но вокруг дорогой стройки поднялась шумиха, так что на внешнем виде сэкономили, оставив дом серым. Зато на всем остальном не экономили. В подъездах установили широкие лестничные пролеты. На площадках всего две огромные квартиры. Пятикомнатных, только жилая площадь доходила до двухсот квадратных метров. В квартирах стояли газовые плиты, в ванной комнаты была проведена горячая вода. По тем временам для Москвы новшества. Телефонные аппараты, радиоприемники, патефоны, мебель из моренного дуба с инвентарным номером кремлевского хозяйства – такими атрибутами роскоши обеспечила партия сталинских чиновников. Местные хозяйки никогда не готовили. Для этого в одном из трех дворов правительственного комплекса находился пищеблок, откуда в сутках брали горячий обед, и стоил он копейки. В доме были прачечная, универмаг, библиотека, спортзал и детский сад, почта и сберкасса – словом, все, что нужно для жизни. Трагедии больших людей 505 квартир заселили уже в 1931 году. Получить жилье в этом доме значило перейти в К-100 избранных. В доме на набережной получили квартиры Николай Бухарин, Георгий Маленков, писатель Александр Серафимович. В его честь была переименована в 1932 году улица Всехсвятская, на которой стоял комплекс. Поселил сюда отец народов и своих детей Василия Сталина и Светлану Аллилуеву, чтобы не только жили хорошо, но и под присмотром находились. Дом с самого начала опекала ОГПУ. Вахтерами в нем работали сотрудники НКВД. В подарок за трудовое рвение получил элитное жилье Алексей Стаханов. Дом правительства был оплотом тогдашнего советского богатства. В каждой семье непременно была домработница. Женщины с набережной даже в тридцатые голодные годы носили меха и драгоценности. Мужчины позволяли себе дорогие автомобили. В квартирах встречался редкий антиквариат и произведение искусства. По вечерам, когда серая громада, нависшая над рекой, зажигалась светом хрустальных люстр, из окон слышались смех и музыка. Золотая молодежь Москвы собиралась здесь на свои тусовки. Хорошая жизнь закончилась в середине тридцатых. Начались аресты и обыски. В тридцать восьмом из пятисот с лишним квартир двести восемьдесят были опечатаны, а их обитатели томились в лубянских подвалах. Расстреляли самого удачливого из первых пяти советских маршалов Михаила Тухачевского. Такая же участь постигла вскоре и его жену. Дочь из Москвы выслали, а когда после войны она вернулась в столицу, ей инкриминировали участие в организации «Месть за отца», которую якобы создали дети тех, кого увезли из дома на набережной в черных воронках. Николай Бухарин покинул сталинский небоскреб с клеймом «Врага народа». На пять лет отправилась в ссылку красавица-жена академика Шершова только за то, что отказала в ласках одному из замов Берии. У взрослых были свои трагедии, у молодых свои. Сын наркома авиапромышленности Володя Шахрин застрелил дочь дипломата Уманского Нину только потому, что девушка должна была уехать с родителями за границу. Разлуки он предпочел смерть после убийства любимой, пустив пулю себе в висок. Тени прошлого После смерти Сталина правительственный комплекс на набережной утратил свое культовое значение. О тех временах напоминают только огромные квартиры, широкие парадные и имена бывших именитых жильцов, высеченные на мраморных и бронзовых мемориальных досках, опоясавших дом по всему периметру. Сегодня рядом с немногочисленными потомками первых жильцов в доме на набережной поселились новые русские и богатые иностранцы. Первые ценят в нем объемы, местоположение, вид на Кремль и храм Христа Спасителя. Вторые больше покупаются на сталинское прошлое дома. Русские ломают перегородки и разбивают в этих стенах зимние сады и делают бассейны. Не иссякает интерес к дому и у местных романтиков, искателей приключений. Они пытаются обнаружить те самые пресловутые подземные ходы из дома к Кремлю, но о них говорят не один десяток лет, и еще никто там так и не побывал. Новые жильцы и к подобным слухам, и к истории дома относятся достаточно равнодушно. Но когда кто-то вселяется сюда, приглашает в квартиру священника. Так, на всякий случай, чтобы тени прошлого, давнего и недавнего не мешали жить. Субтитры создавал DimaTorzok